Девушки отдыхают Крам Тау активно ведется реконструкция трассы Самара-Шимкен Коммунальные предприятия Актубе активно готовятся к грядущей зиме 28 июня завершилась работа второй сессии парламента восьмого созыва И по традиции депутаты отправились в регионы, чтобы встретиться с избирателями И с первых рук узнать о проблемах и нуждах населения В Актубинскую область прибыли заместитель председателя Мажелиса парламента Дания Испаева Депутата Жилда Сулейменова и Казбек Алишев На уходящей неделе они провели в Актубе прием граждан А также встретились с местными деловыми женщинами Также были запланированы поездки в районы, пострадавшие от половодья В понедельник Аким области встретился с заместителем председателя Мажелиса парламента Дания Испаева И депутатами Жилды Сулейменовой и Казбек Алишевым Прибывшими в наш регион с рабочим визитом Асад Шахаров рассказал о показателях социально-экономического развития области Принимаемых мерах по ликвидации посредствий паводка Участники встречи обсудили вопросы обеспечения жильем пострадавших от половодья жителей Среди со новых домов для них, поддержки аграриев, работу общественных штабов Отведя в настоящее время в Айтикибийском, Иргийском, Хабдинском, Уголжарском, Тимирском и Уинском районах Строится 517 домов Также в Ак-Тубе и упомянутых районах закупаются на готовое жилье Более 350 семей уже переехали в новые дома Позднее народные избранники провели прием граждан Вместе с ними в мероприятии приняли участие члены областного филиала партии Аманат В основном явившиеся граждане просили внести изменения в соответствующие законодательства В целях поддержки социальных предпринимателей А также поднимали вопросы поддержки детей с особыми потребностями Строительство детских площадок в Адварах Мы обратились с двумя вопросами Первое это увеличение финансирования для доп. образования государством Потому что увеличение финансирования не было на протяжении двух лет Только из расчета увеличения минимального расчетного показателя было увеличение Но это не увеличение количества ваучеров А сегодня порядка 7 тысяч детей работает по этой системе Которую оплачивает государство Но при этом столько же, если не больше, уже на очереди стоят Чтобы их охватить, нам нужны новые средства Мы поднимали этот вопрос Второй вопрос, как член правления Российской ассоциации креативных индустрий Я поняла по понятию креативной индустрии Потому что в креативную индустрию входят еще такие понятия Как креативная экономика и креативное управление Сегодня в нормативах на это обращают мало внимания Поэтому сегодня мы попросили рассмотреть этот момент Также были заданы вопросы, связанные с рабочей силой крестьянских хозяйств Сколько должно быть работников в одной ферме? Нужно ли главам хозяйств какое-либо разрешение, если у них трудился рабочий из другого государства? На эти вопросы ответил депутат Мажелеца Казыбе Калишев Вопрос решается только в рамках выданной квоты Каких-то дополнительных разрешений для этого брать нет необходимости То есть вы регистрируетесь в местной миграционной службе и все Позже депутаты встретились с ведущими деловыми женщинами региона Которые выразили свои пожелания Медиатор Бибигуль Абельтаева высказала несколько требований Она отметила, что необходимо, чтобы измениться подход К вручению нагрудных знаков Алтыналка и Кумы Салка Которыми награждают многодетных матерей Другое предложение заключалось в укреплении сотрудничества между медиаторами и школами Я выдвинула депутатам Мажелеца такое предложение К примеру, я считаю, что знаки Алтыналка и Кумы Салка мы даем неправильно Не смотрим на всю историю семьи К примеру, по моему мнению, женщина должна быть замужем один раз И только в одном браке родить семь, а то и восемь детей Сейчас же смысл данных званий потерялся И дошло до того, что никто не обращает внимания на многодетных женщин Так как считаю, что женщина не может быть замужем семь раз И от семи браков иметь по одному ребенку И при этом получить звание Алтыналка Такую маму никак нельзя сравнивать с той, которая всю жизнь живет с одним мужчиной С енешкой и отдает всю себя семье Во-вторых, думаю, что к этому вопросу необходимо подходить еще со школы То есть вести разъяснительную работу с девочками в школе На свече была обсуждена работа партии Аманат Направленная на укрепление роли женщин в обществе Сейчас женское крыло при партии развивает свою работу в регионах по десяти направлениям Они работают над расширением прав и возможностей представительниц Прекрасной половины человечества Продвижением их роли в общественно-политических процессах, протекающих в Казахстане А депутаты рассказали слушательницам о нормах принятого недавно закона Направленного на обеспечение прав женщин и безопасности детей И о других правовых актах, которые были разработаны и приняты в ходе последней сессии Можелиса Кроме того, деловым женщинам разъяснили тонкости, ключевые нормы и значения для общества Еще одного актуального документа, а именно закона, направленного на борьбу с лудоманией У нас очень много важных законов принятых, которые касаются населения В первую очередь мы говорим, инициированный опять-таки депутатами парламента закон о национальном фонде Нацфонд детям, который уже с 1 января 2024 года вошел в действие Закон, который сегодня коснется, я думаю, почти каждого жителя нашей страны Это закон по защите прав заемщика Он действительно назрел Буквально в октябре прошлого года, когда мы проводили парламентские слушания Была озвучена текущая ситуация с проблемными займами О том, что население закредитовано И у нас порядка около 2 миллиона населения сейчас наших граждан проблемные И поэтому надо решать их вопросы В связи с этим, опять-таки, депутаты были инициаторами этого законопроекта И сегодня он тоже подписан уже президентом Кроме того, деловым женщинам разъяснили тонкости, ключевые нормы и значения для общества Еще одного актуального документа, а именно закона, направленного на борьбу с лудоманией Порядка 400 тысяч это официально зарегистрированных граждан Казахстана, которые увлечены Но вы знаете, что стоит за этими пагубными, как я думаю, пагубными увлечениями Это судьбы людей Это разрушенные судьбы семей, вплоть до суицидов Поэтому, опять-таки, депутатами парламента был инициирован закон И в результате есть, коротко могу сказать, о основных нормах Это запрет вообще до 21 года принимать участие в азартных играх Я думаю, это очень хороший закон, когда потому что анализировали, кто же все-таки участвует в этих азартных играх Кто делает пари и ставки Оказалось, что большинство это молодые люди Те граждане Казахстана, которые имеют сегодня долги Это имеют долги по алиментам, по налогам, по другим исполнительным листам Они тоже теперь автоматически не будут допускаться к этим азартным играм Я думаю, это тоже очень правильное решение Также в ходе свечи стало известно, что роль активных женщин в обществе постепенно растет В настоящее время в области доля женщин, управляющих компаниями, достигла 51% В целом по региону 56% предпринимателей составляют женщины Максимум женщин-лидеров или более 70% работают в сфере образования Ответим также, что в рамках рабочей поездки депутаты Можилиса посетят районы, пострадавшие от паводка И встретятся с местными жителями Аким области с рабочей поездкой посетил Храмтауский район В ходе поездки Асхат Шахаров ознакомился с темпами дорожных работ Посетил ряд крупных производственных объектов и коммунальных предприятий В целом можно отметить, что в районе успешно реализуются проекты, направленные на развитие не только края, но и всей области в целом Так ведутся реконструкция трассы Самара-Шимкент, строительство третьей нитки магистрального газопровода Бухара-Урал Або на городе Храмтаус, согласно поручению премьер-министра, планирует создать индустриальную зону Об этом и не только в материале Владимира Федотова Началась реконструкция автодороги Самара-Шимкент, строительство началось возле сел Акжар и Жазык, просторное Аким области Асхат Шахаров, отправившийся с рабочей поездкой в Храмтауский район Встретился с представителями Казавтожола и подрядной организации И ознакомился с ходом работ За исключением зимнего периода в течение 34 месяцев будет отремонтировано 28 километров дорог международного значения То осенье медострой уже приступила к возведению и уплотнению земляного полотна дороги Подготовлены 6 карьеров, 5 грунтовых и 1 щебеночный Работы идут в две смены, ночную и дневную Задействованы 89 единиц дорожно-строительной техники и 120 рабочих Это количество людей, рабочих и техники, она будет каждым днем увеличиваться Так как работы только начаты В этом году планируется полностью одну сторону дорожного полотна Выполнить все земляные работы, а также устройство водопропускных труб Два путепровода будет, один через железную дорогу, один на развязке поселка Таса И будет в рамках проекта устроено 4 автобусных остановок По проекту предусмотрена прокладка 39 трубопроводов об устройстве 16 пересечений одной зоны отдыха Стоит отметить, что реконструкция трассы Самара-Шенкен пройдет два этапа На первом этапе начато строительство новой автодороги На втором приступят к обновлению существующей дороги Работы будут вестись на семи участках трассы Проект рассчитан до 2028 года С республиканского бюджета на 2024 год выделено 8 миллиардов тенге Авторский надзор осуществляет Алматинский инженерный центр А технический надзор ТОО КЗ «Стройэксперт» Акимобласть осмотрел ход работ на трассе И поручил провести реконструкцию качественно без отставания от сроков Также продолжается строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал» Работы на территории Хромтаусского района начались в июле прошлого года Их планируют завершить в 2025 году В строительстве было задействовано более 200 человек Протяженность газопровода 165 километров Годовая мощность 2 миллиарда 400 миллионов кубометров Общая стоимость 43 миллиарда тенге Асхар Шахаров поручил сдать объект в указанный срок и не снижать качество работ Далее глава региона побывал на руднике 10 лет независимости Казахстана И шлама перерабатывающей фабрики ДГОКа На руднике идет строительство второй очереди шахты Стоимость проекта составила 877 миллиардов 600 миллионов тенге С запуском объекта будет трудоустроен 2961 человек Кроме того, проектная мощность предприятия увеличится до 6000 тонн хромовой руды в год Срок завершения работы в 2025 году Стоит отметить, что большая часть добытой руды Поставляется на ферросплавные заводы ВАКСУ и АКТУБЭ Глубинат 1100 метров оснащен двумя подъемными установками Четырьмя скипами по 30 тонн каждой вместимости грузоподъемности Вернее, предназначен для выдачи породы и руды на поверхность Производительность стволов с двумя подъемными установками 8 миллионов тенге в год Высота копра 22 метра, он металлический Подъемные установки производства СИМАК из Германии Знакомили Акиму области с работой шлама перерабатывающей фабрики С ее запуском в 2023 году решены важные задачи по утилизации отходов производства И поддержке сырьевой базы предприятия Сырьем для фабрики стали шламы, хранящиеся на Донском горно-обогатительном комбинате С 1973 года и содержащие от 18 до 34% оксида хрома Даже Асхар Шахаров осмотрел территорию, выделенную под индустриальную зону Она создается по поручению премьер-министра Под индустриальную зону отведено 150 гектаров на территории промышленной зоны района Здесь планируется разместить производства, которые получили поддержку в рамках региональной программы Уркен Определены три крупных предприятия, чья продукция пользуется спросом Их также хотят разместить на территории индустриальной зоны Для ее оформления разрабатывается концепция Глава региона отметил, что индустриальная зона станет хорошей площадкой для релокации многих местных компаний И поручил начать работу по привлечению инвесторов Асхар Шахаров тоже осмотрел производство в ТОО агрофирма ТАО ТОО производит до 450 тонн молочной продукции в месяц Продукты инфортируются в города Актобе, Уральск и другие Далее глава региона осмотрел местный кирпичный завод Завод работает с 2009 года Выпускает облицовочный кирпич Благодаря итальянскому оборудованию на предприятии выпускают продукцию Остребованную на рынках Казахстана и стран СНГ Это облицовка Чем отличается от рядового кирпича? Во-первых, лучшие Даже в ходе объезда по Ахрамтау Асхар Шахаров осмотрел работу канализационно-честных сооружений Которые также находятся на балансе ДГОКа Через КОС проходят сточные воды города Ахрамтау и промплощадок ДГОКа На выходе в пределах ПДК сброс на ПДС Согласно новому проекту, который мы на реконструкции планировали На сегодняшний проект проходит экспертизу Сейчас в данный момент провели технологическую экспертизу, техническую экспертизу очистных сооружений Есть заключение 17 тысяч кубов, да? Да, 17 тысяч кубов в сутки В период паводкового периода 17 до 19 тысяч доходит кубов в сутки Основное, то есть здесь вопрос стоит именно А выхода технической воды нет? На сегодняшний день оборотное водоснабжение ДОФ-1 используем в воду В зависимости от технологических ДОФ-1 По запросу воду перенаправляем на ДОФ-1 И есть разрешение на сброс рельефа Согласно нормативу ПДС Пора фильтрации все-таки будет, да? И лиловая карта остается Согласно проекту нормативу отходов То есть он идет у нас на декультивацию отвалов в горных водах Далее Акимобласть оценил подготовку к предстоящему отопительному сезону Хромтау Теплооснабжение райцентра обеспечивает АОК «Схром» Энергоцех «ДГОКа» Общая протяженность теплотрассы 45 километров 600 метров Их износ составляет более 55% В этом году планируется провести капитальный ремонт 1 километра 200 метров теплосетей Кроме того, запланирован ремонт оборудования на КНС Зашили ремонт водопроводных сетей И привели порядок 2 километра 600 метров сети На общую сумму 230 миллионов тенге В самом разгаре лето, пара каникул и отпусков Но для коммунальных работников это время неустанной работы Они активно ведут подготовку к предстоящему отопительному ремонту Проводится ремонт соответствующей инфраструктуры Котлов, подстанции, линии электропередач Так, на Актобе ТЭЦ к настоящему времени данные работы прошли 67% турбогенераторов И значительная часть прочего оснащения А Товарищество Энергосистема в числе прочего планирует полностью заменить оборудование подстанции на Сельмаше Что обойдется в миллиард тенге С ходом работ на минувшую неделю ознакомился Аким области Асхат Шахаров На балансе акционерного общества Актобе ТЭЦ находится 11 паровых котлов, 6 турбоагрегатов и 5 водогрейных котлов По состоянию на 1 января износ оборудования составлял 41,78% До 2028 года этот показатель должен снизиться до 36,2% благодаря ремонтным работам В этом году по инвест-программе было предусмотрено 4,9 млрд сенге Посредством программы тарифов обмена инвестиций эта сумма была увеличена до 22 млрд В связи с этим планы предприятия включили замену водогрейного и парового котлов до 2027 года, не считая ремонтной работы Стоит отметить, что в этой компании сегодня работает более 630 человек На сегодняшний день ведутся ремонтные работы на ООО «ОКТИБТЭС» по подготовке к прохождению ОЗП Из 8 котлов паровых процент выполнения 38%, из 6 турбоагрегатов 64% и из 5 водогрейных котлов 60% Работы ведутся как собственными силами по ремонту котельного оборудования, так и силами подрядных организаций по ремонту турбогенераторов Параллельно ведутся работы с помогательным оборудованием и по мероприятиям по инвестиционной программе Процент исполнения по мероприятиям в инвестиционной программе 60% На сегодняшний день проблем нет, отставаний нет, есть корректировка в связи с дополнительными объемами Выявленные в процессе вскрытия основного оборудования по поставке материалов, либо задержки без обучения нет С началом отопительного сезона, а именно к октябрю месяца, ремонт основного и вспомогательного оборудования будет закончен, будет получен паспорт готовности Товарищество с ограниченной ответственностью энергосистемы, созданное в 2004 году, сегодня обеспечивает электроэнергией больше 255 тысяч жителей региона По словам исполняющего обязанности генерального директора предприятия Рустима Арестанова, имеется 174 подстанции, свыше 13 900 километров воздушных и почти 340 километров кабельных линий, 2370 силовых трансформаторов Серьезными темпами идет подготовка к зиме, в частности ремонт подстанции, линии электропередач и так далее В этом году выделено 609 миллионов тенге, из них 200 миллионов тенге или чуть больше 30% освоено Как положено, к 1 сентября мы завершим работы Параллельно выполняется инвестиционная программа, запланированная проекта на общую сумму почти 5 миллиардов тенге Самый крупный объект по инвестпрограмме стоимостью около миллиарда тенге – капитальный ремонт подстанции на Сильмаше, где полностью заменим оборудование По отключениям электричества жители заранее оповестим через социальные сети Наш сайт также круглосуточно работает диспетчерская служба Во время паводка многие опоры были повреждены и упали, ликвидация последствий почти завершилась Кроме того, по плану, предприятие должно заменить 4000 старых столбов электропередач на новые Аким области, заслушав руководство энергосистемы, поручило увеличить этот показатель, чтобы минимизировать число аварий на линиях И выполнить работу нужно в ближайшее время, не затягивая сроков Далее Асхад Шахаров побывал на строительстве котельной «Октубай-Сити-2» в жилом массиве «Есетбатыр» Подрядчиками являлось товарищество «Казтеплоэнергомонтаж» Однако из-за срывов сдачи договор был расторгнут, объект передали на баланс города По проекту котельное строительство, которое началось в 2018 году, обеспечивает теплом горячей водой 90 жилых домов в микрорайонах 1, 2 и 3, а также школы, фоки и детсады На данный момент установлены 6 котлов, полностью смонтированы 4 котловых насоса Сейчас специалисты проводят обвязку теплообменников коллекторами ДУ-500 В работе находится один котел, остальные в резерве Глава региона поручил завершить строительно-монтажные работы в установленные сроки Владимир Федотов, Нурбул Жаунбаев, Азамат Сауханов, Руслан Ильтаев, Апта-Ценсы События Диаппаратного совещания с участием Акима области Асхата Шахарова Глава региона поручила ответственному ведомству взять ситуацию со строящимся жильем на контроль Тему продолжит наш корреспондент Руководитель управления государственного архитектурного строительного контроля Оксана Сапрун рассказала о результатах деятельности госоргана за первые 6 месяцев текущего года Так, за это время ведомством проведено 18 неплановых проверок, выдано 11 предписаний За прошедший период составлено 143 протокола о привлечении к административной ответственности за нарушение норм в сфере архитектурно-предостроительной и строительной деятельности Наложено административное взыскание в виде штрафа на сумму более 35 миллионов за первое полугодие Взыскаемость составляет 86% К административной ответственности были привлечены 53 застройщика, 6 проектных организаций, 24 проектные организации, 5 аккредитованных организаций по осуществлению технического надзора и 2 экспертные организации Также было принято 705 уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ С начала года 2024 на территории города имелось 12 объектов долгостроя Коммерческих именно, такие как детские сады, жилые дома, объекты социально-культурные, бытовые Из них по результатам проведенной работы на сегодняшний день введено 4 объекта в эксплуатацию На стадии ввода находятся 3 объекта То есть наблюдается положительная динамика, намечается ввод объекта в эксплуатацию на второе полугодие Два объекта на сегодняшний день приостановлены строительно-монтажными работами Так как по одному из них идет изменение целевого назначения земельного участка Документы на сегодняшний день находятся на рассмотрении в городском Акимате Асхар Шахаров обратил внимание на то, что строительные компании загрязняют улицы областного центра Аким отметил, что на машины застройщиков, развозящих по городу грязь со стройплощадок Поступает очень много жалоб в соцсетях После осадков обычно у нас объекты строительства, мойки на местах Вот эту работу надо совместно от комиссии Акимат города С вашей стороны, прямые же штрафы, наказание имеют же проблемы, правильно? Именно по содержанию строительной площадки это идут штрафы МПСа 505-я статья, но мы в любом случае в комиссии присутствуем так же, потому что с подрядчиками и заказчиками напрямую работаем Надо определять, да, сразу, это основное Поэтому город надо держать в чистоте, особенно дороги Вот строительных объектов очень много Мы сейчас исправляем ситуацию, то есть по дорогам, по ее содержанию Но в любом случае, когда не будем контролировать строительные объекты То, соответственно, то, что мы делаем, это напрасно Аким области поручил контролировать работу по установке и использованию моек для колес на строительных площадках города Также проблема дольщиков тоже надо держать на особом контроле В принципе, которые проблемные, мы с ними работаем Главное, чтобы не появились новые Это основное Соответственно, надо каждый день мониторить их Реакция должна быть постоянная То есть график работы должен у вас лежать на столе Аким области поручил ведомству взять под особый контроль строящиеся объекты жилья Для предотвращения образования новых проблемных объектов Владимир Федотов, Руслан Альтаев, Аптат НС По данным социологического опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Около 70% казахстанцев согласны с мнением, что наше государство движется в правильном направлении В частности, треть респондентов отметила, что за последний год материальное положение их и их семей улучшилось Также на явный рост и благосостояние указали более 27% опрошенных Что думает по этому вопросу актюбинцы узнавала наша съемочная группа В ходе нашего опроса большинство жителей отметили, что их материальное и финансовое положение по сравнению с прошлым улучшилось Кто-то подчеркнул произошедшее повышение статуса педагога А кто-то отметил возможности, которые представляет государство для многодетных семей Конечно, 10 лет назад было чуть-чуть потруднее Сейчас уже дети выросли, подросли Поехали все за границу учиться В обе дочке учиться Думаю, что все хорошо у нас в семье Думаю, у всех так Сейчас все компьютерное, все компьютеризация Все хорошо Сатус педагога сейчас улучшилось Ну, сейчас у нас тестирование проходим ведь И после действительно смотрят, у кого как Кто пройдет, тот получает больше Для многодетных семей есть разные скидки Также получаем АСП, социальную помощь Все это является хорошей поддержкой от государства К примеру, вот сегодня планирую отправить своего сына в дворец школьников Мне как многодетной маме с пятью детьми дают скидку Я состою в браке 9 лет И, безусловно, вначале с мужем испытывали сложности Но сейчас все заметно лучше Раньше, например, не получалось у нас собирать дома большое количество гостей Сейчас мы можем себе это позволить Сейчас все лучше, чем раньше Думаю, что государство движется в правильном направлении Я сам на пенсии С каждым годом увеличиваю пенсию Вот сейчас получаю 190 тысяч Если так посмотреть, все сейчас делается к лучшему Кто-то делает капитальный ремонт квартиры Даже можно заметить, что почти у каждого человека есть собственная машина Верно, немножечко даже лучше стало, наверное Потому что растем И мысленно растем И материально растем По словам специалистов, если рассматривать экономическое развитие страны Важно учитывать показатель валовой внутренней продукции Казахстанин за 21 год этот показатель вырос почти в 4 раза То есть это говорит о том, что страна движется в правильном направлении Здесь хотелось бы отметить, что малый и средний бизнес имеет огромное значение За 2023 год вклад малого и среднего бизнеса в ВП Республики Казахстан состоял в 36,4% Он, получается, поднялся в несколько раз Таким образом можно сделать вывод о том, что наше государство делает всю возможность Для того, чтобы разбивать и средний бизнес, и малый бизнес Здесь я бы хотела отметить, что налоговый кодекс, который сейчас у нас находится на рассмотрении Он яркий пример того, чтобы создать возможные условия То есть это уже налоговые рычаги, финансовые рычаги Воздействие на малый и средний бизнес Государство также оказывает поддержку в виде субсидирования, выделения различных грантов Для развития бизнеса и привлечения инвесторов Все это, естественно, положительно сказывается на развитии экономики страны В прошлом году минимальная заработная плата в стране составляла 70 тысяч тенге Но в этом году она выросла до 85 тысяч тенге То есть она увеличилась на 15 тысяч Эти изменения увеличили доходы 1 миллиона 800 тысяч казахстанцев В том числе 350 тысяч бюджетников Доходы граждан по сравнению с 2002 годом увеличились почти в два раза Но, конечно, не нужно забывать и про инфляцию Тем не менее, по словам специалистов, инфляционный процесс в стране регулируется Шасан Желбаков, Душан Жасланов, Аптат НС В регионе продолжается республиканская акция «Таза Казахстан» К работам по санитарной очистке и благоустройству привлекаются все новые и новые неравнодушные граждане различных возрастов и профессий В такт на уходящей неделе на территории Акцюбинского водохранилища прошла акция «Жасыл Кросс-2024» Это экологический марафон в формате соревнований по сбору мусора В нем приняли участие порядка 150 человек Также в общенациональную экологическую акцию «Таза Казахстан» вносит свой вклад департамент полиции Правоохранительные органы организовали профилактическое мероприятие «Экопатруль» В ходе которого стражи порядка предупреждали жителей, которые подрывали чистоту города В акции «Жасыл Кросс-2024» помимо бойцов отряда «Жасыл Ель» приняли участие депутаты областного масляхата Сегодня вместе с молодежью, командами «Жасыл Ель» мы приняли участие в экологической акции Сегодня возле Акцюбинского водохранилища проходит эта акция Мы обошли территорию прибрежную, собрали очень много мусора И, конечно же, прежде всего хочется еще раз сказать и обратиться к Акцюбинцам Чтобы мы, выезжая на природу, сохраняли нашу природу в чистоте Убирали за собой мусор, нашим детям жить в этом городе Основная цель плогина – формирование экологической культуры среди подрастающего поколения Пробудить их сочувствие к окружающей среде, говорят организаторы Кроме того, они планируют собрать больше мусора, чем в прошлом году И таким образом установить новый рекорд На территории Акцюбинского водохранилища мы собрали около 20 тонн мусора До этого мы проводили в субботник возле реки Ильек Каргала и Сазда Мы отправили почти 200 тонн мусора на полигон Сами знаете, сейчас идет купальный сезон Поэтому мы намерены продолжать эти работы Эти акции будут проходить на постоянной основе регулярно в течение года Приглашаем всех активно подключаться к экологической акции «Таза Казахстан» Сегодняшняя акция проходит в необычном формате Все делятся на команды И это сейчас модная тенденция Плогинг, бег за мусором Команда делится и бегут за мусором Та команда, которая больше соберет, побеждает И сегодняшние призы, это различные поощрительные призы, путевки Поэтому приглашаем всех Около 30 команд соревновались в плогинге, которые проводятся во второй раз в этом году В каждой группе по 5 участников Участникам предоставлялись для сбора мусора мешки и перчатки По итогу мероприятия были определены победители, которые собрали мусора Больше остальных организаторов В свою очередь призывают жителей не оставаться в стороне и принимать участие в экоакции Мы готовились к марафону две недели В нашей команде две девочки и три мальчика Каждая команда пытается собрать как можно больше мусора До этого мы проводили субботники в Маржан-Булаке А в рамках акции ТАЗА Казахстана Тюбинские сражи порядка провели профилактическое мероприятие «Экопатруль» Оно началось с улицы Сагадата-Нурбаганбетова в районе Астана По словам сотрудников полиции, в большинстве случаев в горожане Крупногабаритный мусор не вывозят, оставляют в мусорках Есть даже такие случаи, когда бросают его на полпути Не донеся до контейнера То есть сотрудники полиции не ограничиваются предупреждением, а сразу штрафуют В основном люди выбрасывают негабаритные мусоры в урнах А вообще положено негабаритные мусоры Они сами должны вывозить в полигон Для того, чтобы соблюдать порядок в городе А мелкие мусорные пакеты Вот эти вот мелкие мусоры Надо выбрасывать в мусорные контейнеры Для того, чтобы соблюдать порядок В основном выбрасывают диваны, шкафы И соответственно в частных секторах делают обрезки деревьев И остаток деревьев выбрасывают возле мусорки Из-за чего производится большинство мусора По данному закону предусмотрена статья 505 По благоустройству города Где предусматривается административная правоответственность Лечет предупреждение Либо административный штраф Сами жители говорят, что стараются содержать свою территорию в чистоте По их словам, сюда многие другие граждане Вывозят мусор на личных машинах В рамках эго-патруля ряд владельцев бизнеса получили замечания Также с ними провели разрешительную работу Отметья всего с начала года были составлены протоколы на 57 человек Из них 15 представители различных организаций Владимир Федотов, Жасан Жалбаков, Батагуз Сахиджанова Самат Каликенов, Азамат Сауханов, Абтат Анысы Прошел городской этап национального конкурса в мире Леотбаса В этом году он проводится 11 раз подряд Его главная цель – возрождение нравственных ценностей И культивирование позитивного образа семьи и брака Повышение ответственности родителей в деле воспитания детей Говорят организаторы Отметим, что в прошлом году гран-при данного конкурса получила семья Тубалбаевых На участие в соревнованиях в этом году поступило 22 заявки Решением комиссии была определена пятерка лучших О том, как проходил городской этап и какая именно семья стала победительницей Расскажем в следующем материале выпуска Конкурс Мирелия Леотбаса направлен на повышение статуса семьи Цель – укрепление нравственности и пропаганда духовных ценностей Повышение ответственности родителей в деле воспитания детей Продвижение положительного имиджа казахской семьи Путем ознакомления молодого поколения с наиболее ценными традициями и навыками в семье Из поступивших на участие в состязаниях заявок В жюри были отобраны только те пары, которые соответствуют установленным требованиям Участие в конкурсе могут принять семьи, имеющие достижения в труде и спорте Творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве А также занимающиеся общественно полезной деятельностью Необходимы фотографии данной семьи, документы, подтверждающие правдивость брака После того, как портфолио готов, заявки для участия в конкурсе принимались в районной или же городской комиссии Также от участников требовался двухминутный видеоролик, в котором они рассказывали и показывали о своей семье Конкурс проводится уже 11 год подряд В качестве почетных гостей были приглашены участники, признанные лучшими в прошлом году Семейные пары утверждают, что выступление на таком конкурсе еще больше укрепило их семейные узы Принимать участие в данном конкурсе было одно удовольствие Всем членам семьи очень понравилось Наша семья Тоболбаевых отличается тем, что каждый, начиная со старейшин и заканчивая правдуками, имеет свои достижения И было очень приятно показать это в конкурсе Это придало нам еще больший стимул для создания еще более крепкой семьи Которая умеет радоваться успехам друг друга, поддерживать и помогать любой ситуации Думаю, именно на это и направлен сам конкурс Всех участников этого года хочу поздравить всем, что у них есть возможность выступить на конкурсе И пожелать удачи в дальнейшем Победителями в этом году стали супруги Нурбаевых Это династия врачей Кадырбай Нурбаев и Лиза Жиимбаева в этом году отметили 50-летие своего брака За минувшее десятилетие они воспитали сына и двух дочерей А сейчас было даже 12 внуков Для пропаганды семейных ценностей и наших национальных традиций такие конкурсы очень нужны Думаю, в них есть огромный смысл И если каждая семья будет стремиться принимать в них участие, то разводов в нашей стране будет меньше Мы, например, узнали о том, что есть такой конкурс через социальные сети Наблюдали ежегодно за семьями и их победителями И вот в этом году решили, что тоже можем принять участие Почему бы и нет? И сами не ожидали, что победим Цель была просто принять участие Выражаю благодарность всем, кто нас поддержал Это был городской этап национального конкурса «Мирилиотпасэ» Впереди областные и республиканские соревнования К слову, главный приз городского конкурса – 500 тысяч тенге Его и получила сегодня семья Нурбаевых Однако не оставят безденежных призов и другие участники данного этапа Шасан Желбаков, Динара Абдуалиева, Нурбул Жаумбаев, Шанадель Сагиев Аптат Анасэ Такими событиями запомнилась уходящая неделя На этом у нас все Очередной выпуск программы Аптат Анасэ смотрите в следующее воскресенье Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова